Морозы ведут к увеличению числа пожаров в частном секторе. Виной всему становится неправильная эксплуатация печного отопления или использование неисправных электрообогревателей. Сегодня около 10 утра загорелся частный дом на улице Любинской областного центра. Клубы дыма, прорываясь сквозь кровлю дома, поднимались высоко в небо. О пожаре сообщили соседи, так как хозяева были на работе. Дом удалось спасти от огня. Внутри закопчены стены и повреждена часть имущества. Никто не пострадал. По мнению спасателей, возгорание могло произойти из-за неисправности печного отопления. А накануне также в Гомеле горел двухквартирный жилой дом на улице Декабристов. Из задымленного помещения спасатели вынесли пенсионерку. Сообщение о пожаре поступило около двух часов ночи. Наблюдалось сильное задымление внутри жилого дома. Ни одна из квартир не была оборудована автономными пожарными извещателями. До прибытия подразделения МЧС из дома самостоятельно вышли дочка и зять хозяйки дома. Хозяйка дома 38-го года рождения находилась внутри задымленного помещения. Звеном ГДС была эвакуирована и передана бригаду скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом отравления продуктами горения. Позже за помощью к работникам медицинской службы пожарного аварийно-спасательного отряда обратился зять хозяйки 1962-го года рождения. После осмотра с предварительным диагнозом отравления продуктами горения он был госпитализирован. В результате пожара повреждено имущество в кухне одной из квартир. Причина устанавливается рассматриваемой версии неосторожное обращение с огнем или конструктивный недостаток электрооборудования. А в деревне Кистине Рогачевского района на помощь к пенсионерке поспешил сосед. Пожар в доме хозяйки 1939 года рождения произошел в ночь с субботы на воскресенье. До прибытия подразделения МЧС 40-летний мужчина увидел, что горит кровля соседского дома. Через окно проник внутрь и спас спящую в комнате женщину. Состояние пенсионерки медики оценили как удовлетворительное. Госпитализация не понадобилась.